Здравствуйте, я Лилия Иголькова. О выборе Казахстана в условиях геополитических потрясений будем говорить сегодня с экспертом по Ближнему Востоку Акмарал Баталовой. Акмарал, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Итак, еще в 2017 году президент Казахстана подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. План поэтапного перехода был разработан до 2025 года. Создано четыре рабочих группы, даже назову их, по орфографическому, методическому, терминологическому, техническому и информационному сопровождению. Также была разработана целая концепция орфографических правил казахского алфавита, основанная на латинской графике. Работа ведется полномасштабно, но сейчас почему-то в инфопространстве нет никакой информации о том, как все продвигается. Но спросить хочу даже не об этом, а главный вопрос — для чего все это? Для чего казахский язык, казахский алфавит, переводить на латиницу? Чтобы оторвать нас от России, конечно же, чтобы вывести Казахстан из информационного и культурного поля России. Я думаю, что только и с этой целью это делается. Потому что, например, как человек, который говорит на русском, английском, и, безусловно, на своем родном казахском, турецком, испанском, я могу сказать, что можно выучить все языки на любом алфавите, если есть в этом нужда и есть мотивация. А зачем выводить нас из культурного и информационного пространства России? Ну, понятно, это все делается в политических целях. Если так, то спрошу вот о чем. Сейчас вы, конечно, видите, что в инфополе появляется очень много сообщений об угрозах с российской стороны и основываются многие эти доводы на заявлениях российских недополитиков по поводу казахстанских северных земель. И, может быть, поэтому некоторые казахские деятели сделали вывод, что выход из этой ситуации нужно искать в Тюркском Союзе. Ну, видимо, именно поэтому появилась вот организация Тюркских государств. Вернее, был уже Тюркский совет, которая была переформатирована в международную организацию. И одной из повесток недавней встречи было создание тюркского алфавита, алфавита уже общего для всех стран тюркоговорящих. Но опять-таки мы сталкиваемся с вопросом, а каким будет этот алфавит? Здесь вот для меня лично тревожным очень сигналом стало обращение премьер-министра Турецкой Республики Северный Кипр, непризнанной республики, да. Когда он обратился к участникам встречи в Гранде, от имени правительства, во-первых, а не от имени братского тюркского, например, народа, да, там же тюркские народы собрались как представители тюркского народа. И он сказал, что о странах, говорящих на турецком языке. Вот не является ли это как бы желанием увести нас от русского языка к турецкому языку? Может быть, это все-таки была досадная оговорка? Я не думаю, что на таком уровне это может быть оговоркой. Мне непонятно, например, даже вот что они будут делать, как общий алфавит. Если брать казахский язык, у нас есть гортанные кэ, гэ, нэ, куда денутся эти звуки, да. Но дело даже не в этом. Дело в том, что даже в выборе языка или алфавита, мне кажется, Казахстан должен придерживаться баланса. Так как он придерживается и баланса, пытается, по крайней мере, наш президент это делать сейчас и наше Министерство иностранных дел. Баланса не только во внешней политике, но и в языке. Потому что исторически наши народы, не только тюркоговорящие, но и народы всей Центральной Азии и в большем смысле и Ближнего Востока, весь регион говорил исторически на двух и более языках. Поэтому почему мы должны вообще лишаться этой способности, ограничивать себя, урезать, так сказать, свою и культурную, и ментальное развитие свое. Я думаю, мы не должны следовать по этому пути. Мы должны уметь говорить на нескольких языках. Это делает нас только богаче. Но вот что касается Турции, сейчас нередки заявления о том, что казахов и турков связывает кровно-этническое родство. В связи с этим хотелось бы все-таки привести слова турецкого профессора-этнографа Махтурка, который развил свою собственную теорию о происхождении турецкого народа. Он даже съездил для того, чтобы собрать информацию, сопоставить какие-то факты. Съездил в Среднюю Азию, в Алтайский край, как по его же утверждению, откуда приехали в Анатолию турки и сельджуки, агузы и туркмены. И вот к какому выводу он приходит. Я хотела познакомиться с корнями турецкого народа, с историей его культуры, быта, традициями, языком. После изучения всей информации и богатого материала я пришел к выводу. Жители, проживающие в Средней Азии и Алтае, принадлежащие к тюркской группе, антропологически являются монголоидами, а мы жители Анатолии, принадлежащие к тюркской группе европеоидами. Нет ничего общего, что могло бы нас характеризовать как народы, имеющие единое расовое родство. Так что теория, наверное, не очень надежная. И если ее выставить на открытое обсуждение, будет еще много лет, много вопросов, да, и много споров по этому поводу. Ну, я думаю, знаете, мы не должны ни спорить, ни дискутировать. Турция, в общем-то, в любом случае, турецкий народ нам братский народ. Мы говорим на тюркском языке, не на турецком. Турция наш экономический партнер, очень важный. Самое главное, что мы должны понимать все-таки, да, что в условиях сейчас глобальной трансформации мира очень важное место начинает занимать наша страна. Мы становимся, как бы, той, ну, скажем, не точкой, а той зоной в регионе, возможно, очень важной, которая будет играть и уже играет роль балансира. Вот как в часовом механизме балансир есть, который должен удерживать вот это равновесие. Вот так же и мы должны действовать. Не только наш президент, не только наше правительство или Министерство иностранных дел. Мы, как народ Казахстана, должны осознать, что мы не можем стать инструментом для провокации каких-то, уклонов в одну или в другую сторону. Мы должны сохранять именно эту культуру, которая у нас была исторически. Мы были великой степью, через которую проходил шелковый путь. Торговцы с разных стран приезжали и проезжали мимо нас. Мы всех встречали. Кто к нам пришел с добром, мы встречали там чашкой кумыса или чая, бешпармак там готовили. Мы должны быть точно так же вести себя и в дальнейшем, быть балансиром. И, в общем-то, недавние события с бежавшими от мобилизации, релакантами, я подчеркну еще раз, релакантами или мигрантами, но никак не беженцами, я считаю, что Казахстан очень достойно себя повел. Были какие-то отдельные провокационные моменты, но в целом, вы знаете, мне кажется, у нас даже какая-то генетическая память сработала. У меня знакомая рассказала, говорит, я езжу на автобусе, и вдруг люди стали здороваться в автобусе, вставать, уступать место старшим женщинам. То есть даже мы на какой-то момент подзабыли, где-то были люди в стрессе после пандемии. Тут все вспомнили наше традиционное гостеприимство, дружелюбие. И, в общем-то, настолько приятно видеть все эти видеоролики в YouTube, когда с россиянами, прибывшие сюда, рассказывают о каких-то вещах, на которые мы уже не обращаем внимания, потому что это естественно для нас. Но когда они выносятся вот так на публичную, так сказать, аудиторию, это радует. И я думаю, мы должны именно в этом русле исследовать дальше. И все-таки, что касается вектора развития страны, мы замечаем, что в последнее время возродилась идея Великого Турана. Именно возродилась. Ведь и алашардинцы поднимали эту идею в свое время. Почему именно сейчас, как вы думаете? Ну опять же, потому что идет борьба. Борьба идет за Казахстан, борьба идет за Центральную Азию, за ее ресурсы. И, безусловно, именно поэтому все эти политтехнологии. Потому что идея Великого Турана — это все равно политическая идея. Исторический Туран — это была территория проживания иранских народов. И именно иранские народы враждовали между собой. То есть Персия и Туран. Исторический, если брать. Но потом Туран был поглощен тюркскими племенами. И если мы сейчас говорим о Великом Туране, хорошо, объединение территориально, допустим, этих народов, то против кого эта идея направлена? Мы просто должны задавать себе вопросы. Зачем? Для чего? Почему? И чем чаще мы будем их задавать, тем более правильные ответы мы будем находить, мне кажется. В этом отношении мне вот очень нравится все-таки идея, знаете, не... Которая приносится не откуда-то извне, в сознании нашего народа, а идеи, которые возникают у нас, у самих. Инициаторами которых является Казахстан. Вот, например, в октябре прошел шестой конгресс совещания по мерам безопасности в Азии. Мы были инициаторами создания этого конгресса, да, стран. И основная идея, главное, что есть повестка, очень четкая-четкая повестка. Основное, что создание архитектуры неделимой безопасности для всех стран Центральной Азии в широком смысле. И девиз, как бы, идея еще в том, что единство наше заключается в многообразии. То есть нет желания кого-то переделать, кого-то заставить говорить на одном языке, следовать каким-то единым правилам. А просто Центральная Азия или Казахстан как площадка для переговоров, для поиска решений. Причем темы задеваются, очень затрагиваются темы и решаются общие для всех темы безопасности во всех сферах. В эпидемиологической, климатической повестке, человеческого измерения, борьбы с угрозами терроризма, наркотрафика. То есть те темы, которые волнуют конкретно нас в практической жизни. Понимаете? Поэтому, мне кажется, нам нужно поддерживать все-таки больше идеи, которые исходят, отвечают нашим интересам национальным, прежде всего, а не интересам других стран. Что касается идеи Великого Турана, да, конечно, это идея, безусловно, пришедшая извне, как и пантюркизм. Но многие путаются в этих понятиях. Могли бы вы провести параллели и разграничить эти два понятия? Ну, их не совсем легко, наверное, мне кажется, разграничить. Я уже вот как сказала, что исторически это был Туран, в котором проживали иранские народы. Но молодец тюрки использовали эту идею и взяли ее как бы на вооружение, да. Поэтому Туран, как если брать как Туран исторически, взять еще и веру, это тоже очень важный момент, что иранские народы исповедовали зарартризм, который потом стал основой для тенгрианизма, тенгрианства. А молодотюрки, они же были как бы светским государством. Но в нынешнем исполнении пантюркизма речь же идет об исламе. И мы должны тоже задаться вопросом, какой ислам несет нам нынешний Туран, великий Туран. Какой ислам? Ведь в самой Турции тоже происходят очень движения такие турбулентные, скажем так. Потому что там есть те, кто сторонники Ататюрка и сторонники светского государства, воссоединения с Европой, да. А есть те, кто, в общем-то, поддерживают идею братьев-мусульман, радикальной организации. исламистской. Поэтому просто задавать себе вопросы. Куда мы идем? Если мы создаем великий Туран в нынешнем, современном, его, так сказать, преломлении, то какой ислам будет у нас? Просто задавать вопросы и думать над ответами. Приведу еще одну цитату. депутат Мажелиса Казабек Иса написал в социальной сети. Союз Туран должен быть создан. На плечах руководителей стран во главе с Эрдоганом лежит судьба независимости тюркских государств, безопасность территориальной целостности. Вполне четкая позиция. Но в то же время российские историки говорят о идее создания великого Турана и о пантюркизме с большой опаской. Пантюркизм — национал-шиванистическая буржуазная идеология, согласно которой все народы, говорящие на тюркских языках, и прежде всего турки-мусульмане являются якобы одной нацией и должны объединиться под главенством Турции в единое государство. По вашему мнению, на чем основана такая опаска? Может быть, здесь нужно вернуться в 1914 год, когда накануне Первой мировой войны пантюркизм служил средством пропаганды в пользу вовлечения Турции в войну против России? Или здесь какая-то другая основа, по вашему мнению? Вы знаете, дело в том, что сейчас, мне кажется, даже в российском информационном поле, по крайней мере, единого мнения нет. Потому что, если мы сейчас возьмем современные отношения Турции и России, ведь очень сложно сказать Турция против России или они все-таки союзники, или, как российские эксперты говорят, непримиримые друзья, непримиримые партнеры. Очень турбулентно, очень зыбко все сейчас из-за того, что мы находимся в таком периоде истории, когда мир меняется, именно из-за этого очень трудно понять, кто прав, кто виноват на самом деле. нужно четко понимать, что просто мир при том, что меняется, проходит пора однополярного мира, наступает многополярный мир, и сильные государства воюют за свой суверенитет. То есть, если предыдущие три десятилетия глобалисты хотели создать, так сказать, глобальный мир, глобальный рынок, точнее сказать, для сбыта товаров транснациональных корпораций, и в эту повестку уже загонялись все остальные идеи толерантности, свободы слова, толерантности во всех отношениях, гендерного, и национального, и всего другого, то сейчас государства, которые осознали опасность однополярного мира и не хотят с этим мириться, сейчас они все в общем-то отстаивают свою суверенитет и независимость. Это Россия, это Китай в первую очередь, это Индия, это Турция, и даже страны Персидского залива, которые всегда были в сфере влияния Соединенных Штатов, пытаются тоже сейчас как бы свои национальные интересы и свои, так сказать, экономические интересы отстаивать. Мы же это все видим. Поэтому нужно понимать просто сейчас, что Казахстану нужно не ориентироваться, даже не надо, мне кажется, заморачиваться в этом плане. Кто, какую идею, что и как. Мы должны просто сейчас сконцентрироваться на своих национальных интересах, что прежде всего выгодно Казахстану. Нам выгодно иметь хорошее отношение с Турцией? Да, конечно, безусловно. Нам выгодно враждовать с Россией? Нет, конечно, ни в коем случае. Каким образом? Мы можем себе позволить какие-то недружественные отношения с Китаем? Конечно же, нет. Но в то же время мы должны понимать, что сейчас вот Россия и Китай, предположим, у них единая повестка сформировать этот новый многополярный мир. Но когда этот мир будет сформирован, наши ближайшие две супердержавы, они продолжат жить в таком же мире и дружбе, партнерстве и союзничестве, либо они начнут конкурировать за территорию Центральной Азии. мне кажется, нужно задаваться сейчас этими вопросами. И вот в том будущем, которое появится через какой-то определенный порядок времени, мы себя как будем вести, мы себя как будем чувствовать? Мне кажется, вот сейчас президент озадачен именно этими вопросами. и все его выступления на международных форумах различных, они именно посвящены как бы установлению нашей независимости и суверенитета. Наш президент, мне кажется, так хочет вывести нас на тот уровень, когда мы могли бы разговаривать на равных именно с супердержавами. Получится у нас строительство всех этих новых транспортных путей в обход России, что, разумеется, вызывает недовольство в Российской Федерации, понятное дело, или какие-то движения новые, безусловно, они будут вызывать противодействие либо неприятие какое-то, но мы все должны понимать, что мы должны сейчас обращать внимание на какие-то мелкие трудности на данном историческом этапе, а мы должны все объединиться в первую очередь на отвоевывание и на защите нашего суверенитета на внешней арене. Это самое главное на настоящий момент. И тем не менее, Акмарал, наверное, трудности сложно не замечать. Например, китайфобские настроения периодически оказываются на гребне волны, мы видим, это социальная напряженность чувствуется. И наша непростая дружба с Россией тоже осложнена именно сейчас геополитическими потрясениями, которые происходят. Это и события на Украине, и можно перечислять это и торговые балансы, и прочее, прочее. Но получается так, что те, кто видит все-таки необходимость укрепления союза с Россией и укрепления интеграции в рамках Евразийского экономического союза, эти люди зачастую получают обвинение в пророссийскости. Как вы относитесь к подобному? Давайте сначала определимся, что значит «про». Как можно сейчас быть конкретно «про» каким-то? Если мы возьмем, предположим, проамериканский, начнем с этого, что это имеется в виду? Про демократический или проконсервативный? Про БЛМ? Про черную Америку? Ты за черную Америку или ты за белую Америку? Точно так же с Россией. Россия очень фрагментирована. Я буквально недавно вернулась со своей поездки, участвовала в конференции по приглашению организации «Христианский мир» и поездила по России. Сама Россия очень разделена, фрагментирована. Мы, допустим, когда говорим, что кто-то пророссийский, мы имеем в виду, что эти люди, они за кого? За, как вы сказали, вот эти политические субстанции, как некоторые депутаты Госдумы, которые нас носят своими либо высказываниями, либо вот недавно была театральная постановка «Марш», призывающий там сарматами ударить по центру решений, причем под музыку. У меня более четкие определения недополитики или околополитичные личности. Ну, я скажу так дипломатично, политические субстанции, которые прежде всего вредят самой России своими высказываниями, своими такими театральными постановками. Вот в чем обвиняют таких людей? Либо вот это российское телевидение, которое настолько маргинализировано и агрессивно в общем-то очень настраивает свою аудиторию, это имеется в виду? Либо имеется в виду адекватные люди в России, патриоты своей страны, люди, которые осознают необходимость не просто экономического сотрудничества, но и неразрывных связей, сохранения неразрывных связей между нашими народами, которые складывались исторически. Ведь у нас очень много многонациональных браков, у нас дружеские какие-то связи, у нас есть бизнес-связи, которые сейчас в эти трудные моменты нашей жизни вытягивают нашу экономику, потому что торговля все равно происходит, люди все равно общаются, или творческая интеллигенция, я встречалась с режиссерами, с журналистами российскими в Москве, но невозможно это разорвать, что ты не делай, как ты можешь меня настроить, например, против военкоров, с которыми я общалась в Сирии, да, мы друг другу помогали, мы обмениваемся материалами, они там совершенно бескорыстно делятся какими-то кадрами, когда мне нужно, например, для создания моих фильмов, как вы можете заставить меня их ненавидеть, нет, я не могу этого сделать, то же самое взять украинцев, да, у меня, например, приятельница сейчас с семьей в Киеве, у них там, она приболела, я успела передать им лекарства до того, как наше посольство эвакуировали из Киева, у меня сердце болит из-за них, почему вы хотите заставить меня кого-то ненавидеть, или русских, или украинцев, я не буду этого делать, нет, и мне кажется, если бы вот такие чувства испытывали все люди в Казахстане, мы действительно можем стать центром примирения, быть площадкой, как вот в случае с астанинским процессом, я не устаю восхищаться той работой, которую Казахстан проделал в ходе астанинского процесса 1917 года, ведь мы действительно усадили за один стол переговоров две воюющие стороны, которые смотрели друг на друга через дул автомата, были подписаны соглашения о четырех зонах доэскалации, и мир наступил, Лиля, вы же как никто другой знаете, что мир, допустим, не до конца наступил, да, есть горячая точка, это Идлиб, но в то же время активные боевые действия прекратились, началось какое-то восстановление, стали возвращаться беженцы в страну, а для нас, как для Казахстана, это был опыт, опыт для наших дипломатов, опыт для наших переводчиков, переводить, извините, в таком интенсивном, сразу же делать перевод синхронный, да, это одно, это как бы практическая сторона отдела, но такие словосочетания, как «The Astana Process», «Astana Trio», «Astana Guaranteurs», они стали просто уже традиционными, установившимися фразами в иностранных СМИ, и в любом случае победу над терроризмом ассоциируют именно с Астаной и с Российской армией. Поэтому мне, если, допустим, иногда тоже звучат в мой адрес конкретно обвинения там про российскости, я сотрудничаю с армией России, да, российские офицеры помогают мне, мы согласовываем доставку гуманитарной помощи, моей личной, это моя личная инициатива, частная, детских инвалидных колясок в Сирию. в Сирии нашу безопасность обеспечивали молодые ребята, спецназовцы российские, когда я вывозила двоих детей нашей казахстанской гражданки в прошлом году, как вы хотите, чтобы я прекратила какое-то там сотрудничество или начала ненавидеть этих людей конкретно, я говорю сейчас об этих людях, поэтому мне кажется нам все-таки нужно быть просто разумными, понимать и вот этот балансир устанавливать должен не только президент наш на внешней арене, но и все должны вот установить вот этот часовой механизм внутри нашей души, внутри нашего сердца, и каждый раз, вот какая бы ситуация ни возникла, мы должны искать центр самое главное в том, что мы здесь, в Казахстане, мы не можем взять эту страну, всю эту землю и перенести куда-то в Европу, в Америку, мы здесь, между Китаем и Россией, и мы должны балансировать для того, чтобы на нашей земле всегда был мир, всегда было спокойствие, безопасность, чтобы мы могли в мире и любви и в добре воспитывать свои будущие поколения. Спасибо вам за интервью. И вам спасибо за приглашение.